Общественная комиссия решила, какая дворовая территория будет облагоустраиваться в 2023 году. Это четыре многоквартирных дома на перекрестке улиц Водников и Рабочий. Территория была кандидатом на благоустройство и в прошлом году, но набрала немного баллов. Была рекомендация забрать заявку и доработать ее с учетом замечаний комиссии, то есть включить все дома, которые на этой дворовой территории, и поучаствовать в программе «Народный бюджет» для того, чтобы комплексно подойти к благоустройству территории. То есть комплексности поидного работ, комплексности по самой территории. Эти дома сделали заявку по народному бюджету на обустройство детской площадки. Городские власти определились с территорией, которая примет участие в федеральном конкурсе «Малые города России». Это Смольниковское и Александровское озера и выход на набережную через городище. Предложение поддержали и Устюжане, и общественная комиссия. В случае успеха эту территорию ждет преображение. Это расчистка берегов, убрать необходимую сорную растительность, то есть очистить эти все видовые точки, сделать подсветки и церкви Вознесения, и самого городища, сделать красивый земляной мост, то есть его обязательно отремонтировать и врусчатку, и перила, и заменить освещение. То есть сделать, чтобы это было все хорошо, сделать в сквере Речников спуск к озеру. Великий Устюг дополнительно получит от правительства области 5,5 миллионов рублей с обязательством благоустроить не одну, а две общественных территории. В прошедшем году победителем рейтингового голосования стал сквер Нагорный, второе место у сквера Нашумилова. Его благоустройство также пройдет в 2022 году. Тем временем началась приемка проектов благоустройства общественных территорий на 2023 год. Само голосование начнется с 15 апреля, и до этого времени желающим необходимо определиться, какая городская территория больше всего заслуживает благоустройства, и что там необходимо будет сделать. Заявки вместе с эскизными проектами и укрупненным расчетом стоимости необходимо направлять в городскую администрацию. Подробности можно узнать в официальном сообществе городской администрации и в соцсетях. Наталья Ивашевская, Максим Тятов, Вячеслав Голиков, Телеканал «Русский Север».